Всем привет! Сегодня 5 февраля и мы на Печеневском водохранилище в районе Чёрного леса, Печеневской акватории. Тут практически ровный рельеф дна, ровный полив, ровный участок дна с глубинами 7-8 метров. Ярко выраженного рельефа нет. И место выбрано тем, что сегодня приличный сильный ветер с порывом 6 метров, секунду с порывами до 12 метров, северо-западный ветер с уклоном на западный и Чёрный лес нас будет защищать. Приоритите только выбор этого места, чтобы защититься от ветра, более комфортно рыбачить. Сегодня опять я буду кормить прикормкой Чемпион компании Фишнгрой, лещ, холодная вода. Потом если... для добавки я потом, попозже добавлю плотву. Если... потому что рыбалка может показать так, что придется менять место. Сейчас я его влажню. Почтаю я две пачки буду. Готовить без всякого кормового мотыля. А потом же что? Латвину добавлю. Лунки я уже просверлил. Супер! Мне нравится, что ярко выраженного запаха нет. Будем ловить, что будет ловиться. Хочется, конечно, подвесчика. Про леща только мечтаю. То будет ловиться плотва, и то будет хорошо. А ничего не будет ловиться. Будем искать рыбу. Все, сейчас перемешаю, чтобы не занимать время. И кормить буду тоже кормушкой на дно. И кормушка в двух метрах-полтора от дна. И так... И так получается, в будущем видео. Приходится вырезать и вырезать и вырезать. Ресурс камер большой, не ограничен. Памяти много. Видео можно даже пятичасовое снять. Ну что, дорогие друзья. Вот это у меня ящик. У меня 7 лунок. Поклевка, поклевка. Сидит плотвина. Сидит плотвина. Вот этот ящик. Товарищ мой, 7 лунок у меня. Крайний мой, что-то самое... Самый раньше их начал проверять. Еще рыба не подошла. Ни одной поклевки. А вот это 3. Путь перепад глубин всего 30 сантиметров где-то. Вот я уже на крайних трех. Вот это самое лучшее, крайне сработало. Такая плотва. Ну, вы хоть обижайтесь, хоть нет. Вот рыбаки. Матюкаться, покричать. Думаю, что они на водоеме. Так, я если вот вы уже не пожалеете силы, сделайте, ну, на незнакомом на этом месте я в прошлом году рыбачил, по-моему, в этом сезоне еще нет. На незнакомом месте ряд лунок сделать, чтобы проверить разные горизонты глубин. И уже, если вы хотите в палатке рыбачить, вот на этом месте вы. На той лунке, которая лучше всего по первому, по второму проходу по лункам сработала, можно же и санавливать и палатку. Вот видите, рыба, значит, тут есть. Подавать потихоньку прикормку. И она будет тут крутиться целый день. Это 100%. Вот посмотрим в течение дня. Вот я только первый проход сделал. Может, сейчас и там уже, ближе к берегу, может, тоже есть рыба. Не знаю. А просто так ставить палатку, не зная куда, это только если знаешь ты, что там будет. Может, целый день туда рыба не подойдет. А-а-а-а-а. А-а-а. 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 как я говорил не тут концентрации сейчас перейдем на сумку которая сама лучше клевал пошла как это не плотва дорогие друзья это что-то серьезно или крупная плотва это вообще бомба ух такое чудо как сезон его логиню супер а 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 продолжаем лед пористый так я уже плотину поймал без мотыля сейчас обратно начинаем ловлю тоже без мотыля ну только запах остался на крючке мотыля вообще все убираем голая мармышка лунка не проверила не знаю есть ли рыба или нету переход от лунки к лунки можно даже если лед чистый может мармышку в руки взял и удочку за собой тащить черпак забыл у товарища было два поделиться со мной не знаю как бы я рыбачил что-то на берегу без колбы консервной банк вывезли не знаю а 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 Это чуть-чуть лучше Это чуть-чуть лучше Субтитры добавил DimaTorzok Видите, непохлевка была Да, тут памяти Субтитры добавил DimaTorzok Есть! 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 Еще одна на безмотыга Есть! 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 хоть поиграю это такие опускаешь она хватает тут я в обед в трех метрах от дна открыл кормушку пол воды подал прикормку а 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 ну я ее выборщик хорошее а 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 была Продолжение следует... 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 опять мормышка без мотыля я после обеда лобби уже без мотыля тяжело интересно касалось самоутверждение сегодня конечно активность рыбы не то они за полчаса 7 штук поймал на прошлой рыбалке сегодня уже более двух часов чтоб 9 поймать на подачи приколки тут в обед пол воды открыл кормушку самая сильная свинка создавалась Опа, есть 10-я, но еще вытащить ее надо. Так, 10 штук поймала без модыга. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. 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 ну что дорогие друзья подошла к финалу наша рыбалка опять достойный улов плотвы в общем клев сегодня был капризный плотва не сильно перемещалась одну две три слунки получалось силой но это до обеда поддельщика опять не нашел помо тут его никто не поймал но хотел тут ловить не плату вот так вот а после обеда на без мотылку 10 штук до 10 штук я поймала без мотылку 11 сошла активности такой рыбы нет рыба не сильно перемещается так стоит несколько штук под лункой и ты выхватишь одну две три всего через полчаса надо ждать лучше перейти на следующую лунку на следующий лунки уже ждет рыба вот так такая техника лунки последняя проводка ну какие надо постоянную подачу прикормки там где вот это две лунки я пол воды прикормил там клев был лучше ничего прикормка осталось ну не замоченная мы не рыба хватит полны ладно бог с ним так что это что я ловил диска фишингрой стингрей компании фишингрой 2091 отлично передает мормышки колебания какие я захочу и вы видели удачно получалось не раздраживать плоту даже без моты я тут глубина около 8 метров вот мормышка эребус 0 3 грамма ну все прикормку прикормка работала очередную рыбалку отлично работала все подтверждает ее рабочие свойства что дорогие друзья всем мира и добра так лед до обширной оттепли тепла рыбачить можно вот так вот сантиметра 12 местами 15 его пропитан водой будут морозы будет безопасно будет хорошая оттепель и дождь надо уже думать вот так вот последний лед будет очень коварным и лучше на него не рассчитывать закончить заранее пока еще спокойно можно зайти на лед можно рыбачить а только начинается за крайне отходить от двери а лучше уже на него лучше уже с видером на них или с удочкой если коммунитет безопасно было мороз лед расширяется и сужается начинаете как все все мира и добра всем пока